Это турецкая граница. По ту сторону – боевики ИГИЛ. Посмотрите, ИГИЛ с той стороны. Они стреляют, ракеты и пули падают рядом с нашими домами. Они ведут огонь оттуда. ИГИЛ прямо за этой стеной. Больше двух лет назад преградничную территорию с сирийской стороны захватили исламисты. И у двух тысяч жителей Каркамыша появились новые и не совсем дружелюбные соседи. Они ходят с оружием, гранатометами. У них бороды до сих пор. Много моих родственников жило там. Они отрезали головы множеству людей. Они отрезали голову моему двоюродному брату. Когда это случилось? Семь или восемь месяцев назад. Эта деревня находится так близко к так называемому ИГИЛу, что отсюда слышен даже призыв к молитве, доносящейся с той стороны. Местные жители говорят, что практически еженедельно в них попадают или ракеты, или доносятся артерийские выстрелы с той стороны. Они также жалуются на то, что до того, как два года назад так называемый ИГИЛ захватил те территории в Сирии, они могли спокойно и практически регулярно переходить границу, чтобы увидеть своих родственников и друзей. Сейчас они отрезаны от этого. И никто не знает, когда они смогут снова перейти границу для того, чтобы увидеть своих родственников. Семья Елмас живет всего в 400 метров от позиции ИГИЛ. Здесь несколько домов, где много стариков и детей. Как эта еда называется? Это называется джаджик. Это трава и некоторые специи. Я собрала траву там, промыла и приготовила это. Вы тоже тут живете? Да. Вы не боитесь? Да, мы боимся. Мой дом был поврежден из-за взрыва бомбы. Бомбы падают здесь, взрываются, ракеты летят с той стороны. У Парван четверо детей, трое школьного возраста. Звуки взрывов и стрельбы их сильно травмировали. Они боятся спать внутри дома. Когда ракета попала в наш дом, дети стали спать на полу. Мы боимся оставаться внутри. Мы боимся того, что ракета упадет на нашу крышу. Бомбы и ракеты – не единственная опасность, с которой сталкиваются такие люди, как Парван. После того, как боевики ИГИЛ захватили приграничную территорию Сирии, власти Турции построили на границе стену. Она оборудована смотровыми вышками для того, чтобы защитить местных жителей от исламистов. Но даже четырехметровая стена не может обеспечить безопасность жителей Каркамыша. Больше недели назад турецкие власти захватили группу из 34 человек, которые перевозили более 12 килограмм в тревчатке. Власти утверждают, что эти люди были завербованы ИГИЛом. Жители Каркамыша живут в страхе. После наступления темноты они почти не зажигают свет. Сейчас здесь тихо, но люди все равно нервничают. В ожидании следующих действий их непредсказуемых соседей. Шахида Якуб, Роман Кубка, Каркамыш, Турция.